здравствуйте мохир рад вас тебя сегодня встретить в твоем тренировочном зале в клубе дзюдо герсанова мохира но мы поговорим сегодня не столько о клубе дзюдо сколько о завершившемся недавно в турнире первом грампри по дзюдо среди юношей и девушек заслуженного мастера спорта камала хаммагомедова главным идеологом и организатором этого турнира выступал ты и немножко давай расскажи как так вообще сложилось что вдруг ты решил проводить турнир у меня мечта было еще приезжал приезжал в санкт-петербург там турнир был в юбилейном туда боролась очень много странам регионы я помню юбилейном руль на пришел первый зал другие страны немцы и финны там все регионы приезжали там очень много народа было это было как праздник приехать в другой город и побороться с кем-то познакомиться и вообще атмосфера была очень хорошей вот такой я мечтаю бы жил когда-нибудь я тоже проведу конь турнир так получилось друзья мои проводят разные турниры проводят интересно я всегда приезжал к своим друзьям ребятам взял на приводит на основании москве по крайней мере вот я хотел сделал что-то необычное думал бы мне такой старший брат камал хамагомед с которым мы общаемся видимся и мы в один момент мне такая искра такая в голове прошла почему бы дети мне сделать праздник и соревнования и мастер-класс небольшой чтобы дети увидели задали вопросы но чтобы было как бы таком что необычное сделать мы все равно не все проводили что-то вот с мастер-классом в один день соревнований вот ну как я не ожидал на самом деле что парень сколько народу ну во первых во первых ваша идея которую вы озвучили камалу насколько она ему понравилась или или у вас приемлемо как можно сразу герет на хире что мастер-класс без проблем ребята приедут там сэнка сэмбрид без слава мудра на при жаре по все приедут я даже не представьте возможно что столько олимпийских чемпионов могут то есть камал хамагомедов согласился сразу да он сразу он горит шар гнездную возьмешь я не говорю то я рассказал а говори бы уже взялся на себя да я был присутствовал на этом турнире и увидел конечно большое количество участников за такой короткий период времени которые до для подготовки всего два месяца прошло полтора месяца и приехало более 500 участников там заявили 550 участников около 400 человек ну почти 500 участников а так если бы все заявили бы по 500 человек формат был такой четыре возраста и в перерыве между двумя то есть два возраста в один утренняя часть 2 возраста вечерние перерыве был мастер-класс но мне хотелось бы еще спросить у вас вот это наверно такой рекорд турнира можно сказать я это называю так на один квадратный метр три олимпийских чемпиона вы вообще ожидали что приедут три олимпийских чемпиона приедет кирилл вопросов приедет еще там ребята я видел из сборной с при ей приедет заслуженный тренер и владимир леченинов вообще будут об этом скажите не скажу так что для меня за не было я это почувствую когда когда уже они пришли в зал когда я уже понял что они реально все будут в одном в одном зале будет три олимпийских чемпионов этого я даже и предположить не мог об этом я знал что арсен колсян приедет уже заранее сказал сразу в этом заслуга команда не поддержали друга приехали на турнир на мансу рисаев я если не ошибаюсь вообще за за два дня сказал команд что приедет прилетел и в этот день улетел ну вот как ваше впечатление приезд таки титуловивших известнейших во всем мире спортсменов дзюдоистов он вообще как вы думаете впечатлил детей и юноши те которые боролись я видел детей просто кучу эмоций и нереальные эмоции были них не передать было у нас поэтому турнир затянулся еще на два часа два два с половиной часа даже турнир и мастер-класс затянулся потому что дети выбегали с ним пофотографироваться автографы взять но само собой как бы пыталась пыталась как бы я думаю как родить потом понимаешь на праздник детей и я не стал никого отгонять и ограждение ставить ничего ну как мы когда боролись на такого не было чтобы у нас даже два олимпийских чемпионов было в одном зале а то сразу три еще чемпион европейских игр там ну и это на самом деле эти очень большой подарок был мне очень много тренировок написали слова благодарности мне и камалу и вообще всем наш первый опыт был в организации турнира но следующий турнир не дай бог если мы сделаем то он будет другом совсем уровне пока о следующем турнире подождем хочу твои впечатления по поводу вообще вот ну если у тебя было время конечно я видел как ты был занят организационными моментами вообще во время всего турнира тебе практически разрывали на части но хотел ты если краем глаза наблюдал за выступлениями спортсменов как на твой взгляд уровень подготовки технический психологический вообще вот все что происходило на татамин как я бы сказал так что уровень подготовки это вот если брать детей там подготовка кого-то три года четыре года пять лет были были яркие яркие ребята которые прям смотришь я прям бывал даже за кем-то просто смотрел я смотрел вес за когда он будет бороться вот здесь чечни ребята были вот и ствери ребята боролись питера боролись ребят мне понравились они двигаются они понимают борьбу интересно посмотреть их и уровень сказал бы ну это не слабый уровень был 20 регионов страны приехала заявлялась божьем двадцать лет это уже хорошо дети между сказать человек когда дети борются в одном городе не менее растут когда они приезжают другие города регионы борьба дуга дети другие партнеры зубные неудобные так они быстрее будет прибавлять поэтому я так что это очень полезно таки турнир не доводь и я бы сам бы ездил если нам не бы приглашали дали приглашение на те же которые ко мне приезжали ростов волгоград коснодар него ставрополь если они давали давай будет давать мне приглашение а также детьми возить хороших подготовленных ребят которые могут побиться это опыт дети проиграл опыт выиграл это плюс плюс копилку уверенности еще немножко вернемся к такому лекции мастер-классу камалахан магомедов я посмотрел как он начал этот мастер-класс и увидел сразу конечно сначала я не видел никогда как он ведет до мастер-класс не знаю проводил ли он где-то еще но я увидел что он достаточно ну так сразу взял как говорится управление в свои руки и это конечно меня сразу тоже ну удивило и по-хорошему я кстати ему сказал в отдельную благодарность там потом в коридоре за его грамотное так сказать видение этого лекции мастер-класса ты смотрел на это все и теперь не твои не как вообще вот этот прошел мастер-класс твоя оценка я бы оценку дал бы пять плюсом просто и по-другому быть не может мы вообще хотели сделать как хотели сделать чтобы сейчас было как тренировка он провел разминку показал прием и все прием отрабатывали но мы не ожидали что столько людей приедет столько спортсменов при этом мы рассчитывали на 150 200 человек там или сделаем праздник детям когда мы поняли что очень много детей приехал и еще люди начали фотографироваться с арсеном галстян мы с мудраном с кириллом вопросом с монсурой сайтом все разрывали наши спортсменов я понимаю что время тянется мы не укладываемся в этот вот мы не укладываемся в этот режим как бы ну поэтому это в это время не укладываемся и я решил что комалом решили что давайте сделаем просто покажи приемы объяснишь как так это интереснее получилось да на самом деле вы правы такой формат был очень интересный он необычный был но все это было в середине соревнований интересно это многие дорастали даже приезжали дети которые не выступали но они хотели посмотреть мастер-класс потому что ну вот комал сам давать дома как бы ему у него были мастер-классы других городах я пару мастер-класс смотрел очень очень интересно дает хорошо объясняет теперь я хотел вернуться к такому факту что на этот турнир также приехали ваши учителя это алексей котов который у вас самого детства так сказать вы первый раз увидели дзюдо так сказать да это он ваш тренер и еще один старший тренер который уже вас вел более в зрелом возрасте это владимир леченинов немножечко о ваших тренеров ну так скажу что тренер это мне как бы больше чем чем суваться видел потому что я постоянно с ним было себя тренировались мы на сбору сына были на соревнованиях и можно сказать были есть такие вопросы даже сейчас меня сейчас уже почти 31 я могу позвонить своему тренеру и с ним посоветовать о любых вопросах просто и даже вот и плане дзюдо тоже какие-то вопросы у меня есть по каким-то техническим движениям я могу позвонить спросить всегда подскажут владимир николаевич причины приезжал ко мне как прилетел семинары семинары открытой сделал тренировку сделал детям здесь детям все приятно стало вот они сразу откликнулись приехать на конечно сразу когда мы приедем своих воспитанник привозил у него и сын боролся у котова вот так мне было очень приятно самые близкие люди которые которые окружают будущее следующий турнир будет ли вообще второй гран-при мы сейчас от первого турнира отойдем остановимся я думаю можно за второй турнир много много нюансов мы все обсудим что как будет но уже будет другой уровень если делать второй турнир он должен быть научиться понимать то есть кто к нам приедет сколько человек нам приедет чтобы то есть есть продолжить начатывать сейчас мы все минусы уберем то что надо добавить в первую очередь зал который будет дворец спорта какой-то хороший снять большими сделай соревнования например даже в два дня один какие-то возрастом первый день и до второй день мастер-класс также планируется надо разговаривать уже с тем кто будет родит мастер-класс но думаю да это это есть как бы такая небольшая изюминка в этом нашем турнире что у нас мастер-класс того на чьи призы мы разыграли никто не делал никогда правильно не бывало мастер-класс на следующий день делайте там что-то еще один турнир и проводили мастер-класс а вот так чтобы сделать по регламенту красиво большой зал много татами чтобы зависеть от обстоятельств какие обстоятельства будут ему уже за два месяца скажем либо это будет очень не турнир либо это ну ближе к декабрю либо это будет также в мае посмотрим не буду загадывать забегать вперед ну и заключение нашего интервью я хотел бы чтобы вы обратились к настоящему будущем дзюдоистам и что-то им пожелали я хотел бы сказать всем всем тренерам всем тренерам которые тренируют детей это сильные очень терпеливые люди и хотел бы детям сказать чтобы слушали своих тренеров родители только в тандеме родители тренер и спортсмен будет какой-то результат тренируется старается все получится спасибо большое махир ну и от себя личным и надеюсь от всех кто смотрит это видео мы также пожелаем тебе дальнейших успехов и будем ждать новых твоих идей и реализации этих идей спасибо спасибо всем что уделили внимание приехали на турнир всем тренером всем всем регионам даже всем клубом делились сошли просто оказали внимание что приехали на турнир без вас турнира не было спасибо и до новых встреч спасибо